Продолжение следует... Мы говорили о происхождении нравственных правил, и мы отметили, что в общем существует три разных источника этических норм, согласно их классификации. И первый источник – это разум. Затем мы говорили о предписании, и мы рассматривали некоторые примеры предписательных теорий. И самая знаменитая из них – это теория божественного закона. И я говорил о разнообразии теорий божественного закона. Затем мы немного поговорили о теории божественного закона Улема Оккома, и использовали ее в качестве крайнего примера теории божественного закона. Так как большинство из нас убеждены, что нравственные нормы исходят от Бога, мы склонны думать, что будем придерживаться теории божественного закона в этике. Но мне совсем не хотелось бы, чтобы мы пошли путем Оккома. Ведь есть более умеренные или достаточно умеренные теории. Я думаю, что есть разнообразные видоизмененные теории божественного закона. Мне хотелось бы кратко рассказать об одной теории, которой я лично придерживаюсь. И я верю, что нравственные законы исходят от самого Бога, и что они записаны для нас в Писании. И я также верю, что наша совесть знает разницу между добром и злом. Через откровения в природе мы также осознаем различные законы добра и зла. Хотя, конечно, Писание остается главным источником этических норм. После того, как я сказал об этом, я не стал бы говорить, что Божий выбор этических правил можно назвать произвольным. Наоборот, я верю в то, что Бог дал нам правила, которые на самом деле отражают Его характер, характер Бога и Его различные атрибуты. Например, Бог есть Бог истины. Истинность или праведность – это одно из Его качеств. Это означает прежде всего, что мы можем быть уверены, что Бог говорит правду. Но Бог не только Сам говорит правду, но и ожидает от нас, чтобы мы говорили правду. Бог также Бог любви. И я думаю, что мы согласимся, что лишение невинного человека жизни – это действие, не мотивированное любовью. Когда крадут то, что принадлежит другому человеку, поступают не по любви. Бог не будет лишать жизни невинные жертвы. Он не крадет у людей то, что принадлежит им. И он ожидает, что и мы будем уважать чужую жизнь и чужую собственность. Именно это я имел в виду, когда говорил, что правила, данные Богом, – это наивысшее отражение Его характера. Так как Его характер неизменен, мы не должны удивляться, что на протяжении веков основные Божьи правила, управляющие нашей жизнью, тоже не изменяются. Это дает нам некоторое представление о системах предписаний, согласно которым считают, что Бог дал эти требования. Есть и другие этические теории, которые не исходят от Бога, но остаются предписательными. Они могут исходить от авторитетной личности или группы людей и могут быть обращены к определенной стране, обществу. И вот такие авторитеты могут также утверждать, что они имеют право устанавливать требования. И третий ответ на вопрос, где берут начало этические нормы, – это во взаимоотношениях. В данном случае наше восприятие добра и зла с точки зрения морали и наше восприятие долга формируется в результате наших взаимоотношений с человеком или с группой людей, или формируется благодаря нашему отношению к ситуации. И действительно, как я уже говорил, этика отношения может быть сосредоточена и на взаимоотношениях, прежде всего, человека с человеком. И в данном случае я привел в качестве примера знаменитое выражение «Что бы Иисус сделал в такой ситуации?» Видите ли, в этом случае кто-то может сказать, «Знаете, я не знаю, мне даже в голову не приходит, какие нравственные нормы правильны, какие нет, но это нормально для меня, потому что Иисус – мой Господь и мой Спаситель, и мне достаточно знать это. А вот что я должен делать в определенной ситуации, когда мне предстоит сделать нравственный выбор, так это спросить себя, а что бы сделал Иисус?» И благодаря тому, что у меня есть любовь и уважение к Нему, Господу моему, Он – Господин моей жизни, какой бы выбор Он ни сделал, именно так я и буду поступать. Другие люди из подобной категории могут сказать, «Да, я буду поступать так по отношению к другому человеку». И в любом случае будет решать сам Святой Дух. Нам заповедано жить в Духе и быть Вадимами, Духом Святым. И вот некоторые люди говорят, что именно поэтому так они и решают, что им делать и как поступать. Такой человек говорит, «Я не прихожу с готовым набором предписаний и правил о том, что хорошо, а что плохо. В любой ситуации я полагаюсь на мои отношения со Святым Духом. Я ожидаю Его водительства, уповаю на Него, и Он руководит мной и решает, что мне делать». Итак, этика отношений может быть сосредоточена на наших отношениях с человеком, но может также быть сосредоточена на нашем отношении к ситуации. И примером такой, основанной на отношении теории, будет утилитаризм. Утилитаризм – это светская этическая теория, которая утверждает, что цель, которую мы преследуем при принятии решений и совершении действий, в том, чтобы максимально увеличить определенное качество или что-то другое, что мы считаем крайне положительным и необходимым для человеческих взаимоотношений в нашем мире. И тогда, если я верю, что я действительно хочу сделать что-то, чтобы принести наилучшее или на высшее благо для наибольшего количества людей, или сделать то, что увеличит до предела удовольствия и сведет почти на нет боль, тогда в любой ситуации я задам себе вопрос. Какой поступок будет наиболее полезен, то есть доставит удовольствие и уменьшит боль? И вот тот выбор, который я сделаю по отношению к поступку или поступкам, и станет моим долгом. Основанная на отношении, этика, в центре внимания которой ситуация, бывает не только светской. Существовали моралисты, которые называли себя христианами и все же придерживались теории подобного рода. Самый лучший пример, я имею в виду самый известный пример этого, это ситуативная этика Иосифа Флетчера. Флетчер говорит, до тех пор, пока вы не окажетесь в конкретной ситуации, вам будет трудно определить, в чем заключается ваш долг. Флетчер говорит, вам нужно не спеша разобраться в ситуации. Хорошо, скажете вы, но что делать после этого? Так вот, если вы христианин, а Флетчер считает ситуативную этику христианской, он говорит, в чем ключ христианской жизни? Основа христианской жизни и христианства – это любовь. И не просто какая-нибудь любовь, а любовь духовная, любовь Агапи, о которой много и часто говорится в Новом Завете. Если сущность христианства заключается в конечном свете, в любви, Агапи, тогда, говорит Флетчер, когда вы окажетесь в конкретной ситуации, ваш долг заключается в определении того поступка, который в наибольшей степени будет проявлением любви Агапи. Другими словами, определите тот поступок, где проявится любовь в этой ситуации в наибольшей степени. И это будет ваш долг. На первый взгляд, это может прозвучать очень банально, но подумайте о том, каким может быть значение этого, когда вы сталкиваетесь с завершением жизни. Предположим, на вашем попечении человек, который вот уже долго находится в вегетативном состоянии. Может быть, все не так плохо, но он то теряет сознание, то приходит в сознание, его жизнь поддерживается с помощью различного оборудования. И вопрос стоит так, должна ли продолжаться эта жизнь или нет. В зависимости от конкретной медицинской ситуации, если есть надежда на поправку, вы, возможно, будете предрасположены к тому, чтобы продлить использование медицинской техники, технологии, потому что есть надежда на выздоровление. А если это возможно, то так будет лучше. Вы проявляете любовь, когда вы позволяете человеку вернуться к жизни, а не стремитесь лишить его жизни. Но, с другой стороны, если состояние больного таково, что врачи говорят, что шансов почти нет, что этот человек когда-либо поправится, или его состояние улучшится, а качество жизни на данный момент очень низкое, так как он присоединен к системе жизнеобеспечения, это не только не доставляет удовольствия пациенту, но и семье приходится платить огромные деньги, не говоря уже об эмоциональных мучениях при виде их родственника в такой ситуации. В данном случае прекращение жизни было бы наивысшим проявлением любви, не так ли? Независимо от того, считаете ли вы это наивысшим проявлением любви или нет, моя цель – не принять какое-то решение прямо сейчас, а проиллюстрировать, как ситуационный подход к этике работает на практике. Вы можете увидеть, что, переходя от одной ситуации к другой ситуации, даже если ситуации очень похожи, вы не можете заранее знать, что в одном случае я поступлю так, значит, мне нужно делать то же самое и в другой ситуации. Вам нужно подождать, пока вы окажетесь в этой ситуации, а потом выбрать лучший вариант. Итак, это все, что я хотел сказать о классификации этических теорий, в основании которых то, как они отвечают на вопрос, где берут начало этические нормы. Но вы помните, что я упоминал еще один способ классификации этических теорий, и эта классификация содержится в книге Уильяма Франклина «Этика». В данном случае в центре внимания не вопрос о происхождении правил, а ответ на вопрос, что делает поступок нравственным или безнравственным. В ответ на этот вопрос предлагаются два основных варианта ответа. И под каждым ответом располагаются несколько теорий. Но вместо того, чтобы раскладывать по полочкам все эти теории, мы можем просто поговорить о главных концепциях. Прежде всего, первая концепция получила название «телеологические взгляды» или «теории». Иногда вы будете слышать термин «телеологический», а иногда будет использован термин «консеквенционалистский». В моей речи чаще будет употребляться именно этот термин – «консеквенционалистский», чем «теологический». Но на самом деле они означают одно и то же. Слово «телеологический» происходит от греческого слова с корнем «телеос», что означает «конец», «цель», «доведение до конца» и рассматривает конечные результаты или последствия. Отсюда и название «консеквенционалистской теории». Что же говорят «консеквенционалистские теории», говоря о том, что делает поступок нравственным и что его делает безнравственным? Эти теории говорят, что нравственность, то есть что есть добро и что зло, что хорошо, что плохо, а также что есть моральный долг, все это определяется неморальными ценностями, ценностями, которые являются результатом действия. Итак, например, в вашей рабочей тетради внизу шестой страницы и в начале седьмой страницы дается дополнительное описание подобных теорий. И суть того, о чем мы говорим, состоит в том, что цель, если вы придерживаетесь телеологического или консеквенционалистского взгляда на этику, в совершении тех поступков, которые производят наибольшее количество той ценности, которую вы хотите произвести. Например, вы хотите, чтобы было больше удовольствий и меньше страданий. Тогда те поступки, которые наиболее эффективно увеличат удовольствие и устранят боль, именно эти поступки и станут моим долгом. И поступки, которые производят много боли, извините, производят много удовольствия и устраняют боль, не только становятся долгом, но и становятся нравственными, правильными и обязательными. Вот такой образ мышления крайне преобладает в нашем обществе. И я уверен, что вы это уже заметили в процессе чтения учебника в главах об абортах, если вы уже дошли до этих глав, как часто аргументы в пользу свободы выбора консеквенциальны по своей природе. Они рассматривают результаты совершения аборта или несовершения аборта, и на основании предыдущих умозаключений относительно желательных результатов они определяют, какой поступок с точки зрения морали «правильный» или «приемлемый» или «неправильный». То есть те, кто выступают против абортов, как правило, не рассматривают результат совершаемого поступка, когда результаты определяют нравственно это или безнравственно. Вместо этого они ищут принципы, которые говорили бы, правильный этот поступок или неправильный, с точки зрения морали, независимо от результатов того или другого действия. Таким образом, мы подошли ко второму основному ответу. Если одна группа говорит, что последствия, конечный результат или цель, которую вы преследуете, делают поступок нравственным или безнравственным, то другая группа считает, что последствия не могут быть определяющим фактором. Такие теории часто упоминаются под названием «деонтологические». Но существует и другое название, и в моей речи я буду употреблять его чаще всего. Это звучит так – «нонконсеквенциальный». Что же мы можем сказать о нонконсеквенциальных теориях? Эти теории отрицают, что добро с точки зрения морали определяется неморальными последствиями, которые оно производит. Кто-то может сказать, «Даже если я сделаю то, что увеличит удовольствие и уменьшит боль, я все равно хочу знать, нравственно это или безнравственно». Для консеквенциалистов этот поступок нравственный, так как утверждает и увеличивает удовольствие и устраняет боль. Для нонконсеквенциалистов простое знание о том, что произойдет в результате совершенного поступка, не поможет определить, нравственный это поступок или безнравственный. Должно быть что-то другое в поступке, что делает его хорошим или плохим. Я вернусь чуть-чуть назад, к телеологической или консеквенциалистской этике. В данном случае, если человек придерживается такого ответа на вопрос, что делает поступок нравственным или безнравственным, значит, такой человек считает, что цель оправдывает средства. То есть, если вы получаете желаемый результат, то способ достижения результата не должен вас слишком заботить. Нонконсеквенциалистические или диантологические теории – полная противоположность этому. Они не будут говорить, если ваши желания исполняются, то неважно, каким образом это происходит. Они будут определять, хорош поступок или нет, на основании того, соответствует ли он или нет определенным принципам. Итак, есть и другие соображения по поводу определения нравственен данный поступок или нет. Например, рассуждение на тему «Выполняет ли поступок обещание?» Например, «Справедлив ли этот поступок?» «Повеление ли это от Бога или от государства?» Все это, независимо от результатов поступка, определяет, нравственен данный поступок или нет. В моем понимании, библейская этика – нонконсеквенциалистская. Это не значит, что Богу все равно, что произойдет в результате вашего поступка. Я думаю, что Бог утвердил правила, подчиняясь которым можно достигнуть наилучших результатов. Но сами результаты не делают поступок нравственным или безнравственным. Наоборот, это Бог утверждает, что мы должны поступать так, как Он установил. Если вы будете придерживаться той же теории, что и я, то есть модифицированной теории божественного закона, которая говорит, что нравственные правила вытекают из Божьей природы, тогда и конкретный поступок будет нравственным. Если вы придерживаетесь той же теории, что и я, то это наивысшее отражение характера Бога. То, что сделал Бог, и что Он делает, тоже Он желает, чтобы мы делали. Это очень сильно отличается от утверждения, что вот этот поступок нравственный, потому что мне от этого стало тепло и хорошо, и я чувствую себя превосходно. Итак, люди, которые придерживаются телеологических теорий, часто говорят, вы – нон-консеквенциалисты. Вам все равно, и вашему Богу нет дела до того, что происходит с людьми. Ему важно только, чтобы никто не переступал за линию его закона. Да, я понимаю, что можно продемонстрировать, что повиновение библейской нравственности может привести к ужасным, очень ужасным последствиям. Меня это может частично затронуть, но не полностью. Но в любом случае, суть проблемы такова. Когда вы видите людей, которые решили не повиноваться библейской морали, и вы видите, в какой кошмар превратилась их жизнь, зависимость, рабское пристрастие к одному занятию или другому, то вы понимаете, что если бы они были послушны Божьему Слову, то последствия были бы более приятными, чем сейчас. Но для консеквенциалистов важны не последствия, а Божьи принципы. Последствия не определяют, нравственный поступок или нет. Хорошо. Это один из способов классификации этических теорий с точки зрения вопроса, что определяет поступок, как нравственный или безнравственный. Есть еще один способ, о котором мы говорили на прошлой неделе, и мы хотели узнать, как можно классифицировать и схематично изобразить этические теории. И мы предположили этот способ, который заложен в книге Гайслера «Вопросы этики и альтернативы». В этой книге Гайслер больше всего интересуется количеством и природой существующих этических норм. Прежде чем мы будем рассматривать конкретные взгляды Гайслера, нам нужно дать определение некоторым терминам, которые будут использованы им для описания различных теорий. Во-первых, нам нужно поговорить о том, как он определяет понятие «категорический императив» и «гипотетический императив». Гайслер пишет, что «категорический императив» имеет следующую формулу. «Поступай во всех случаях так». То есть поступай во всех случаях именно таким образом. Тогда как «гипотетический императив» в этом отношении вы можете видеть, что он следует теории Канта, это и есть подход иммунелла Канта. Так вот, у «гипотетического императива» такая структура. «Если твоя цель – Y, тогда сделай X». Другими словами, «Если ты хочешь получить что-то, то сделай вот это». Остался еще один термин, которому следует дать определение, прежде чем мы начнем рассматривать различные виды теорий, которые дадут ответ на вопросы о природе и количестве норм. Этот термин «всеобщий». В данном случае Гайслер сравнивает его с термином «общий». «Всеобщий» или «универсальный закон» применяется ко всем морально ответственным созданиям, независимо от времени и места. С другой стороны, общие требования относятся к большинству людей в определенное время и в определенном конкретном месте. Но в этом случае возможно исключение. Конечно, заранее, оценивая и анализируя общество, вы не сможете непременно определить, кто будет исключением из правила. Теория, которая утверждает, что правила общеприняты, подразумевает, что будут люди, которые не будут следовать этим правилам. Хорошо. Для начала у нас есть эти определения. Какие могут быть ответы на вопросы о количестве нравственных норм и их связи друг с другом? Гайслер выделяет для нас шесть разных ответов, шесть разных теорий. Первую он называет антиномианизм. Антиномианизм утверждает, что нравственных норм не существует совсем. Поэтому мы не можем говорить, категоричные ли нравственные правила, или гипотетичные, применяются ли они абсолютно ко всем, или почти ко всем людям. Антиномианизм говорит, что нравственных законов нет. Иди и делай, что хочешь. Естественно, что это крайняя точка зрения на вопрос, сколько существует нравственных правил и как они взаимосвязаны. Но остальные теории предполагают, что нравственные правила существуют, и эти теории не будут похожи друг на друга. Вторая теория называется у Гайслера «генерализм». И по этой теории получается, что нет всеобщих норм. Но это не означает, что нравственные правила не существуют. Это означает просто, что они общепринятые. Они применяются в большинстве случаев, но нет таких правил, которые применялись бы ко всем. Третий подход Гайслер называет «ситуационизм». В этом случае одно основополагающее правило охватывает всех. Что же это за правило? Очень распространенное правило звучит так. А именно, в каждой конкретной ситуации делает то, что в наивысшей степени продемонстрирует любовь Агапе. Если вы придерживаетесь ситуативной этики, можно сказать и так. В любой конкретной ситуации делает то, что принесет наибольшее благо наибольшему количеству людей. Таким образом, каждая ситуация покрывается общим правилом. Каждый должен делать то, что следует сделать в этой ситуации. То, что принесет больше пользы для всех, для меня или для группы людей. Вот это и называется ситуативной этикой. И четвертый ответ, или четвертую теорию Гайслера называют так. Неконфликтующий абсолютизм. Что говорит эта теория? Существует огромное количество всеобщих норм. Есть также и общепринятые, но очень много всеобщих норм, которые применяются ко всем. В соответствии с этой теорией, они никогда не конфликтуют друг с другом. Вот, например, хотя бы теоретически, ситуация, которая описана в книге Даниила, третья глава, где Сидрах, Месах и Авденага столкнулись с выбором повиноваться царю и склониться на колени, чтобы поклониться истукану, или повиноваться Богу и поклоняться только ему одному. Вы скажете, совершенно очевидно, что им нужно делать. Поклоняться только Богу. Это единственное нравственное правило. Но на самом деле нет. Потому что есть моральный долг повиноваться тем, кто управляет в правительстве. Но в данной ситуации они не могут поклоняться и Богу, и повиноваться царю одновременно. Что же мне следует выбрать? Очевидно, что правила могут конфликтовать друг с другом. Но эта теория говорит, что подобные конфликты никогда не происходят. Правила относятся абсолютно ко всем и никогда не конфликтуют друг с другом. Так говорит эта теория. Пусть так. Хорошо. Есть и пятый ответ на этот вопрос, который предлагает Гайслер. и он называется «Идеальный абсолютизм». Под этим подразумевается существование большого количества конфликтующих всеобщих норм. Предыдущая теория говорила, что существует много всеобщих норм, но они никогда не конфликтуют. Эта же теория говорит, да, существует много всеобщих норм, но они порой конфликтуют. Хорошо. Что же происходит, когда они конфликтуют? Когда вы подчиняетесь одному закону, не подчиняясь другому. В соответствии с этим взглядом всегда будет неправильно нарушить этическое правило. Даже когда это правило конфликтует с другим правилом. Вы находитесь в безвыигрышной ситуации. Вам нужно действовать, но при этом вы исполните одно правило и нарушите другое. Вы не можете исполнить оба правила одновременно. И вот в такой ситуации ваша неспособность исполнить оба правила не освободит вас от чувства моральной вины за то, что вы не исполнили оба правила. Итак, что же нам делать? Люди не раз попадают в такую ситуацию, не так ли? Мы хотели бы избежать подобных конфликтов, мы бы с удовольствием исполнили оба правила, конфликтующие в данной ситуации, но мы не можем этого. Правильно будет исполнить одно правило и неправильно исполнить другое. Но вы знаете, говорит эта теория, Бог понимает это, Он осознает, что есть такие ситуации. И вот в случае, если присутствуют две нормы поведения, но они конфликтуют друг с другом, тогда действуйте, исполните одну из этих норм. Вы согрешите, не исполнив другую, но помните, что вы всегда можете получить прощение во Христе. Это похоже на лютеранский взгляд на грех и крест. Вы не можете не согрешить, но есть прощение. Это не безвыходная ситуация. Есть и шестой, и последний ответ на этот вопрос, и Гайслер называет его «иерархией норм». Эта теория утверждает, что существует много всеобщих норм, но вполне могут быть и общие правила. Но самое главное здесь в том, что иногда эти правила будут конфликтовать. И вот когда вы сталкиваетесь с подобной ситуацией, чтобы что-то сделать, вам нужно определить, какое правило более приоритетно по сравнению с другим правилом. То есть, каждому человеку нужно подумать об этих правилах и выстроить иерархию. Какое самое важное правило для исполнения? Что на втором месте, что на третьем, а что на четвертом? И в соответствии с теорией иерархии норм, если вы понимаете, какое правило более приоритетно, так вы и исполняете это правило. Естественно, вам придется не исполнить менее приоритетные правила. Тогда вы не виновны в том, что не исполните другие правила. Почему? Потому что вы не могли исполнить все правила. Сам Гайслер придерживается теории иерархии. И я уверен, что вы узнали после прочтения первой главы, что мы с братом также придерживаемся этого взгляда. однако есть небольшое отличие нашей теории иерархий от той, что у Гайслера. Гайслер, как мне кажется, думает, что заранее для любой ситуации вы можете выстроить иерархию нравственных правил и можете быть уверены, что эта иерархия будет нормально функционировать независимо от ситуации, в которой вы оказались. Лично я считаю, что звучит это все великолепно, но я более склонен последовать примеру Росса. В своей книге, которая называется «Что правильно и что полезно» он написал это. это классическое произведение поэтики, это не то, что появилось на свет в 20 веке, оно было написано в 19 веке, если я не ошибаюсь, но эта книга оказала огромное влияние, я думаю, то, что там написано правильно. Итак, Росс говорит, когда вы оказались в какой-то ситуации, вы можете определить то, что он называет обязательство «прима фасеа». Это то, что с первого взгляда, как вам кажется, вы обязаны сделать. И мы совершаем определенные поступки, которые как бы непроизвольно приводят к обязательству. Если вы пообещали кому-то, что сделаете что-то, тогда «прима фасеа» это ваш долг сдержать обещания. Вы сами оказались в такой ситуации. Росс говорит, что иногда ваше обязательство «прима фасеа» это то, что изначально воспринималось вами как долг. Это может оказаться в конечном итоге на самом деле вашим непосредственным обязательством, то есть «ультима фасеа» оказывается вашим долгом. Но иногда, как говорит Росс, то, что на первый взгляд воспринимается как ваш долг, в конечном итоге оказывается вовсе и не вашим долгом, а ваш долг это сделать что-то другое. Что же все это значит с точки зрения теории иерархии норм? Это значит, что прежде чем мы столкнемся с реальной ситуацией, мы не можем сказать, что существует иерархия. Я буду настаивать на этом в любой ситуации. Наоборот, нужно оказаться в ситуации, чтобы определить, что может быть нашим долгом на первый взгляд, а затем проанализировать ситуацию и подумать, какие правила действительно применимы, чтобы прийти к заключению, которое из них более приоритетно в данной ситуации по сравнению с другими. Это станет крайне важным в таких случаях, как, например, эвтаназия и в некоторых других случаях. Некоторые люди будут говорить, я думаю, что общепринятое мнение в том, что сохранение невинной жизни стоит выше в иерархии морального долга, чем долг облегчить боль и страдания. В конкретной ситуации, например, если заболевание приведет к фатальному исходу, страдания человека ужасны и никаких улучшений не предвидится, тогда, возможно, даже лекарства уже не способны приносить облегчения, и тогда некоторые люди будут говорить, вот в данной ситуации долг облегчить или устранить боль более предпочтителен и намного важнее, чем долг сохранить жизнь. И в этой ситуации такой человек скажет, вполне приемлемо с точки зрения морали помочь больному умереть, то есть лишить его жизни. Вы не нарушаете никакого правила, абсолютно нерушимого в этом случае. я не говорю, что это моя точка зрения. Я просто привел иллюстрацию, как в одной ситуации в соответствии с иерархией норм сохранение жизни будет на первом месте, а в другой ситуации вы можете прийти к заключению, что устранение боли или облегчение боли окажется более важным обязательством, чем сохранение жизни. В этом случае говорят, что нужно делать то, что стоит выше в списке приоритетности. В отличие от идеального абсолютизма, теория иерархии говорит, если вы исполняете высший долг, то естественно, что вы не исполняете не столь важный долг. И в этом вы не согрешили, вам не за что раскаиваться. И вот в этом, как я думаю, и есть основная идея этого утверждения. это в пункте, который мы разбирали на прошлой неделе о нравственной ответственности, о подетчетности и о свободе воли. Если не можешь исполнить оба правила, то ты не можешь быть виноватым с точки зрения морали, в том, что не исполнил и то, и другое правило. Если же вы говорите, я знаю, что это правило приоритетнее, но я хочу исполнить менее приоритетное правило, то вы поступаете безнравственно с точки зрения теории иерархии. И с другой стороны, если вы скажете, вот самое главное правило, и я исполню его, то вы поступаете нравственно, вы сделали то, что должны были сделать согласно этой теории. Здесь вы видели, что есть разные подходы к этике и разные способы классификации этических подходов. И в конечном счете оказывается, что все зависит от нравственности того, кто занимается классификацией. Мне бы хотелось, чтобы через несколько минут вы открыли страницу 9, и мы немного поговорим о законах Ветхого Завета для новозаветного верующего. Но прежде, чем мы перейдем к этой теме, пожалуйста, есть ли у вас какие-либо вопросы по темам, которые мы только что прошли, о подходах к этике и так далее. Пожалуйста. Доктор Файнверх, не могли бы вы более подробно объяснить, чем отличается ваша теория от теории Нормана Гайслера? Безусловно, вы уже говорили об особом божественном откровении в Писании, но он хочет найти различия, он пытается сформулировать заранее обдумывающие ситуации, по сути старается принять лучшие решения уже заранее. Но вы хотите сказать, что это не так легко сделать? Правильно. Совершенно верно. Гайслер, по-моему, думает, что если мы можем составить список правил по степени их важности, то в случаях, когда они конфликтуют друг с другом, мы могли бы сказать, вот это всегда будет на первом месте, это на втором, а это на третьем. Я больше склоняюсь к тому, что в любой ситуации подчинение Богу, проявление любви к Богу должно быть под цифрой один в нашем списке. Я также склонен думать, что на втором месте будет сохранение невинной жизни. Но кроме этого, я не уверен, что можно заранее, прежде чем что-то произойдет, точно определить, что я должен делать. На первый взгляд, мне может показаться, вот это мой долг, но после дальнейших размышлений я могу прийти к заключению, что мой долг заключается в чем-то другом. Давайте предположим, что говорить правду и хранить обещания, я просто пытаюсь привести пример, достаточно высоко в иерархии и всегда будет занимать это место. Давайте представим, что в обычный день я еду в семинарию, у меня назначена встреча с кем-то из вас в 10 часов, и вот я еду по дороге в семинарию и замечаю, что на дороге произошла ужасная автокатастрофа. И вот все это на дороге, а не на обочине. И похоже, что некоторым людям, тем, кто сильно пострадал, нужна помощь. Я останавливаю машину, анализирую ситуацию и говорю сам себе, «Боже мой, этому человеку нужна медицинская помощь, нужно позвонить в 911 или отвезти его в больницу, что-то нужно предпринять». Я размышляю таким образом. Если я потрачу на это время, то тогда я, возможно, спасу жизнь этих людей. Но с другой стороны, если я спасу им жизнь, то у меня не получится приехать вовремя на встречу, а я обещал встретиться с кем-то из группы. На самом деле, я бы опоздал не на 10-15 минут. У меня ушло бы все утро на это. У меня есть обязательство выполнять обещания, но также я должен помочь сохранить жизнь, если могу. В данной ситуации, я думаю, что никто не будет возражать, что долг спасения жизни важнее, чем долг выполнять обещания. Но с другой стороны, все мы можем представить ситуацию и по-другому. Если я дал обещание, то это обязательство, которое я должен выполнить. Я думаю, что вы можете видеть, что в некоторых случаях долг спасти жизнь, сохранить жизнь важнее, чем выполнение обещанного. Но в других ситуациях сделать обещанное или сказать правду будет более важным обязательством. Вторая мировая война, например, немецкие солдаты приходят в ваш дом, а вы скрываете евреев на чердаке. Они спрашивают, вы прячете евреев на чердаке? Как вы думаете, ваш долг сказать правду и рассказать все как есть, если вы знаете, что произойдет в результате этого с людьми, которые прячутся там? Я думаю, что многие из нас запишут правила говорить правду достаточно высоко в нашем списке обязанностей. Но может случиться так, что мы скажем, никто не должен лгать, но в данном случае обязанность спасти жизнь, не подвергать ее опасности, представляется более приоритетной в этой ситуации. Вот таким образом мы размышляем об этом. Есть еще дополнения или вопросы? Да. А как ваш взгляд на иерархию норм отличается от ситуативной этики? Главным образом я хотел бы объяснить, что в любой ситуации я пытаюсь найти нравственное правило, которое можно применить. В ситуативной этике ищут не нравственную ценность, чтобы ее развить, а анализируют ситуацию, но не задают вопрос, есть ли нравственное правило, которое определит, будет ли этот поступок нравственным или безнравственным. Наоборот, какой поступок в этой ситуации принесет наибольшее количество этой ненравственной ценности, тот и нравственен считается. Это единственное, что меня заботит. Я стараюсь сделать, я скажу по-другому, я хотел сказать, что я здесь принимаю решение, просчитав, чего это будет стоить. Что мне будет стоить сделать это и какая польза от этого. И я делаю это, несмотря на то, что были и другие возможные варианты, и если это единственный способ рассуждения, тогда я не могу сказать, что существуют вневременные принципы, которым я буду следовать. Когда я говорю, что тем, кто придерживается теории иерархии, нужно выбрать, какое правило исполнить в данной ситуации, я имею в виду, что главным образом я ищу правила, которое управляет ситуацией. И, собственно говоря, этим мы и будем заниматься в этом семестре. Выполняя практические упражнения, прежде всего мы будем спрашивать, есть ли здесь нравственные правила, какие-то нравственные принципы, соответствующие нашей нравственной теории, которые подсказали бы нам, какие поступки будут верными, а какие неверными. Если они есть, то мне нужно в данной ситуации исполнять эти правила, какими бы они ни были. Если же меня совсем не волнуют какие-либо нравственные принципы, то я могу легко сказать, с чего я получу наибольшую выгоду? Это и будет ситуативная этика. Я могу построить иерархию поступков, которые приумножат то ценное, что мне хотелось бы иметь. Но, по крайней мере, Гайслер и я, оба мы используем его теорию иерархии, мы говорим, что иерархия нравственных норм важна, а непоследствия поступков важны. Это был очень хороший вопрос. Иерархия иерархия